Акустическая гитара для Юлии Гавриловой поле практически неизведанное. На ней девочка играет всего третий месяц. Привычнее фортепиано, еще привычнее вокал. Скромная и молчаливая в незнакомой обстановке отличница с косичкой, на сцене Юля преображается в настоящую звезду эстрады. В копилке 13-летней школьницы из села Кемель-Черкассы 25 гран-при вокальных состязаний международного уровня. А в декабре 2020-го ее имя прозвучало на всю страну. В прямом эфире всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Юля исполнила на албанском языке, сложнейшую песню «Сус» из репертуара звезды Евровидения Роны Нишлио. Выступления жительницы Самарской области оценивали Сергей Безруков, Николай Цискоридзе, Денис Мацуев и Дима Билан. Последний не удержался, вышел на сцену и спел с девочкой еще одну песню на русском. Из двух миллионов заявок к выступлению в прямом эфире с оркестром под управлением маэстро Юрия Медианика были допущены только 29 человек. Юля в их числе. Конкурсные испытания и репетиции «Синей птицы» шли почти три месяца, и не все участники их выдерживали. Юля ездила в Москву порой дважды в неделю. Уроки делала в пути. Рассказали в студии «Радио губерния» юная артистка, ее мама и преподаватель по вокалу. Дело в том, что у нас в селе нет оркестра. Юля впервые это делала, пела под оркестр. А в прямом эфире не должно быть никаких ошибок. Это удивительный, уникальный проект. И я хочу сказать всем детям, кто занимается творчеством, не бойтесь, подавайте заявки, верьте в свои силы, идите вперед. Конечно же, это все сложно, надо учиться, добиваться. Я начала еще петь с самого детства, выступала на разных конкурсах, пою я с пяти лет. Я очень рада, что Юля попала в детскую школу искусств именно в эпоху Веснево, потому что наша школа, она входит в 25 лучших школ России. У юной артистки из Кенель-Черкас есть мечта – представить Россию на Евровидении. Кастингов с миллионным количеством участников девочка не боится. Уже известно, что Юля прошла в новый сезон проекта «Голос дети». Что стоит за победами на шоу, как справляться с волнением, и почему для таланта и труда действительно неважно, откуда ты родом. Об этом и не только. Слушайте в пятницу, 15 января, в программе «Культурные люди» на волнах, радио «Губерния» в 18.10. Алена Власова, Андрей Авдеев, Новости губернии. ...в трамвайных вагонах, которые курсируют по маршрутам номер 20... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!